Все люди, которых мы встречаем по жизни, это и есть мы. Если на вашем пути часто появляются сплетники или завистники, значит, это качество и есть и в вашем характере. Таким образом, через людей мироздание обращает ваше внимание на вашу внутреннюю неполадку. Если вы чувствуете боль в теле или душе, то не сможете бесконечно подавлять ее. С болью надо дружить, ее нужно понимать. Это сигнал организма на то, что где-то у вас сбой. Лечитесь, меняйте образ жизни, привычки, отношения. Каждый человек – учитель для вас. И не важно, мудрец он, преступник или обидчик, случайностей не существует. Все идет по плану. И хорошие, и не очень хорошие люди чему-то учат, и надо быть благодарным за это. В вашей жизни будут люди, доставившие вам боль. Но эта боль в итоге выведет вас на новый уровень. Вы станете крепче, сильнее, научитесь ценить жизнь людей и спокойно принимать их пороки. Все, что не делается, все к лучшему. Ни о чем не жалейте, хотя бы потому, что это бессмысленно. Открывайте радости внутри себя. Попробуйте, как в детстве, смотреть в небо и чаще разглядывать скомканные пролетающими самолетами облака. Не станьте заложниками эгоцентричных теорий, умных слов, описывающих чужой опыт, идей, выдающих общее равнодушие, бесцветных реалий повседневности. Чаще всматриваетесь в закаты. В экран смартфона еще успеете взглянуть. Чаще заглядываете в себя. Для этого не нужно денег или особых условий. Все очень просто. Остановиться и аккуратно заглянуть внутрь. А занятость не оправдание. Завтра будет утро. А значит еще один шанс стать счастливее, смиреннее, красивее, чем вчера. Жить не значит идти куда-то. Жить значит выходить на утреннюю прогулку. Каждый новый день – это не испытание, а прогулка. Мы идем по земле, встречаем красивых людей, дышим морским бризом, ошибаемся адресом, влюбляемся и расстаемся, падаем и поднимаемся. Болеем и выздоравливаем, но продолжаем идти. Завтра погода будет лучше, а дома еще светлее. И речь не о земных доме или погоде. Все начинается и заканчивается внутри нас. Когда мы благодарим, любим, обнимаемся, делимся, то оказываемся в раю. Когда сплетничаем, злимся, ненавидим, обманываем, корим в аду. Завтра мы станем еще лучше и научимся не поддаваться всеобщему хаосу. Будем беречь свои миры, чаще обнимать близких, помогать тем, кто нуждается в помощи и больше путешествовать. Счастье – это благодарность и движение. Счастье внутри нас. Но чтобы его постичь, нужно двигаться, слышать, видеть, наблюдать и сравнивать. Нет правильного или неправильного выбора. Есть только ваш выбор и его последствия. А все это и есть ваш бесценный жизненный опыт. Возможность подъема на новый уровень приходит с принятием самих себя. Подавление бесполезно, еще и невероятно вредно. Поэтому нужно познакомиться с собой настоящим. Принять себя, простить и пытаться стать лучше. Для себя самого прежде всего. Мы все пришли в этот мир исключительно для счастья. Только счастливый человек распространяет вокруг себя добро. А совершая какой-либо негативный поступок, человек вредит в первую очередь себе. Когда мы не прощаем, мы не прощаем себя. Когда осуждаем или обсуждаем, мы осуждаем и обсуждаем себя. Если будете отвечать злом на зло, в итоге вы жутко навредите себе. Молча уходить, сталкиваясь с негативным отношением, никому ничего не объясняя и не доказывая, это вовсе не трусость, а скорее понимание того, что каждый сам себя наказывает, просто не сразу это понимает. Но в этой мудрости вы не учитесь у других. К ней вы придете сами, вставая на ноги после каждого нового удара судьбы. Вселенная занимается нами постоянно, преобразуя и внутренне, и внешне. Всякий человек — это незавершенное творение, которое не спеша, шаг за шагом, приближается к совершенству. Все мы — недовершенный эскиз, который непременно превратится в законченное произведение искусства. В чем смысл? У этой жизни нет глобального смысла. Все очень просто. Любить жизнь и делиться этой любовью с окружающим миром. Любовь — это начало всего. Вечное и совершенно бескорыстное чувство. Страшно, когда люди перестают жить любовью. Страшно, когда любовь покидает наши мысли, чувства, поступки. Вместо этого приходит эгоизм, амбиции, недовольство. Когда вы достигнете конца вашей жизни, единственное, что будет иметь хоть какое-то значение, это та любовь, которую вы отдали и получили. Бессмертие каждого из нас в том, что мы оставляем после себя. Кто-то оставляет музыку, вдохновляющую людей. Кто-то отважного сына, спасшего детей на войне. Кто-то хорошую книгу, побуждающую не отчаиваться и верить. А кто-то добрую дочь, помогающую бездомным животным. Судьба — это выбор и его следствие. Каждый из нас наделен определенной миссией. Если у вас есть цель, и этой целью управляет любовь и трудолюбие, вы непременно достигнете хорошего результата. Счастье — это свойство характера. У одних в характере его все время ждать, у других — непрерывно искать, у третьих — повсюду находить. Стремитесь к свободе. Свобода — это следование голосу сердца. Верить в себя, в свой путь и не изменять общечеловеческим ценностям. Свобода заканчивается тогда, когда вы начинаете жить, как все. Да, так вроде легче и безопаснее, но безлико и неинтересно. А вот следовать голосу сердца, никому не объяснять свой выбор и при этом делиться добрым и светлым с окружающим миром — что может быть прекраснее. Вся жизнь заключается в свободе. Только это не значит позволять себе то, что не можете позволить в силу каких-то причин или табу. Это не наркотики на завтрак, обед и ужин и не поиски спасения в объятиях нелюбимых людей. Свобода — это возможность шагать в любом направлении, идти и прислушиваться к своим желаниям, не думать о деньгах и пресловутом моральном долге, условиях, обстоятельствах. Казалось бы, такую свободу нельзя себе позволить, слишком безрассудной выглядит. Но это легко, если захотеть. Надо просто все это осознать и сделать первый шаг. Вперед! Эльчин Сафарли КОНЕЦ 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 Продолжение следует...